Те средства, которые сегодня собираются, они как бы заморожены и сегодня никакой пользы для строительного отрасли не представляют. Это первое, я думаю, что мы сформулируем, исходя из сегодняшнего обсуждения, наши подходы, потому что и в Государственном Думе документ находится, я думаю, и по итогам Государственного Совета будет поручение президента, постараемся наше предложение представить и затвердить те изменения, которые позволят нашей организации лучше работать. Я хотел бы обратить внимание на несколько вопросов, которые нас очень беспокоят, прежде всего это охрана труда, хотя мы сегодня имеем позитивную динамику, каждое наше совещание начинается с анализов проиншедших ситуаций, ЧП, тех контрольных проверок, которые показывают, что, к сожалению, у нас недостаточно еще много. Эту работу надо продавать, потому что все начинается с самих себя. Все эти требования, они не шутки ради, там работают люди, и наш строительный комплекс, они работают и в жилых массивах. Все стандарты, которые используют современные компании, они должны быть неким базистым для всех наших строительных предприятий. Мы имеем опыт работы и с зарубежными компаниями, конечно же, вопросы охраны, безопасности труда, они очень важны. Следующая тема, она, мы с ней сталкиваемся, и вот выступал руководитель учебного заведения, значит, подготовка кадров. Строительный комплекс, 100 тысяч там, 100 тысяч, да? Да, огромное количество людей, но само по себе же ничего не появляется. Надо готовить кадры. Вообще, Илья Иванович, вам более серьезно надо относиться. Конечно, в последние годы сделаны достаточно неплохие ресурсные центры, но вы посмотрите, какой объем подготовки специалистов, как работает наша строительная академия, техникум, как работает. Вообще, качество нашей работы и охраны труда, и все остальное, зависит от подготовки кадров и переподготовки кадров, потому что у нас достаточно много специалистов, которым сегодня можно получить, поставить какие-то задачи. Вот эти вопросы, они очень важны. Ну и, конечно же, я считаю, что здесь министерство должно внимательно смотреть за теми организациями, которые не срок. У нас еще второй срок есть, я не знаю, кто они, какие, как они работают. Значит, я не думаю, что есть какая-то необходимость в одном субъекте иметь два срок. У нас есть система, значит, это внимательно надо посмотреть. Хотя это не возбраняется, но сегодня идея министерства строительства Российской Федерации, значит, иметь одно срок на один регион и полностью требовать срока. Это же не просто там бумажки раздавать, это ответственность, это контролировать. И на самом деле срок должны получить те полномочия, которые сегодня нужны. Ну и надо понимать, строительная отрасль для экономики любого региона – это важнейшая отрасль. И представьте, вот мы сами не ощущаем того, что имеем. У нас огромный потенциал, мы можем построить и нефтеперераводный завод, и аэропорт, что угодно. И промышленные объекты, и промышленные проектирования. Ведь во многих регионах, таких регионах разно общался. Москва, Санкт-Петербург, мы. И это и касается и по проектированию, это и касается и по монтажникам, строителям, и по всем делам. Поэтому очень важно, чтобы мы этот потенциал имели. Инвестиции в основной капитал, у нас же огромные инвестиции, тем более это нефтехимия, нефтепереработка, то есть не только общее строительство и промышленное строительство. Поэтому вопрос подготовки, переподготовки кадров, он должен выходить в первый план. Я считаю, что здесь мы пока не нарабатываем. Ну и, конечно, надо смотреть за качеством. У нас абсолютно надзор есть, хорошо быть здесь. Значит, более требовательно, более жестко пресекать все вещи. Потому что это ваше лицо, это ваш бренд. Если вы имеете бренд с хорошим качеством, с выполнением сроков, строители, конечно, имеют определенные болезни, но не всегда от вас зависят. Здесь еще проектировщики вас подводят, подводят поставщики, но, тем не менее, должна быть выстроенная четкая система. Поэтому я хочу сказать, что СРО занимает важную позицию в республике, выполняет все свои задачи, которые поставлены. И я считаю, что нам необходимо, Илья Иванович, рассмотреть возможность включения вот тех полномочий, которые позволят еще более, чтобы СРО работало эффективно. Ну и внимательно посмотреть на те структуры, которые пользуются там липовыми какими-то документами и пытаются, значит, находиться на рынке. Здесь надо все это пресекать. В целом, я считаю, что строительный комплекс у нас мощный, состоятельный, будет и дальше улучшаться. Значит, те объекты, которые мы вводим ежегодно, они заслуживают большого внимания. Это ваш труд, труд ваших коллективов. Я пользуюсь моментом, хотел бы передать слова благодарности от имени руководства республики, членам ваших коллективов. И если мы не будем вообще, что такое развитие? Это инвестиции в основной капитал, значит, мы развиваемся. А что такое инвестиции? Инвестиции – это что-то построить, что-то купить. Даже что-то купил станок, его надо установить. Поэтому ваша роль в развитии нашей республики, нашей страны, она огромная. И я желаю вам успехов и благодарю за вашу работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова